Приветствую вас, Алина. Я так думаю, что это вы. Вот по имени к вам обращусь. Все равно, если это вы, то вы меня узнаете, а если это не вы, то никакого, как бы никакого значения не имеет. Вы знаете, я, честно говоря, хотел бы задать вам такой вопрос. Вы спрашиваете о том, как выйти и выбраться из этого состояния. На мой взгляд, как бы вы сами предположили, можно выбраться из этого состояния? То есть, ну вы думаете, что сейчас произойдет? Что вы, значит, зададите вопрос. Ну вот, вы, значит, как-то обозначите проблему и психологи сразу подскажут вам, как эту проблему решать? Я так не думаю. Я не думаю, что есть какие-то легкие и простые способы решить ваши проблемы, потому что очевидно, что у вас это вот такой целостный, цельный, я бы точнее сказал, подход к жизни. Вот, и я не думаю, что какой-то ответ, ответ конкретный вам поможет с решением проблемы, потому что, чтобы мы не ответили, вы все равно будете оставаться, наедине с собой, наедине с привычной какой-то моделью поведения. И, собственно, изменить его вам, на мой взгляд, будет сложнее, если бы у вас это могло бы получиться, то вряд ли вы бы обращались бы к психологу. Вот. Проблем, как мне видится, основных у вас две. Первая – это недоверие себе, отсюда страх ответственности, вот страх какого-то принятия решений, да, вот. Страх, ну, того, что вот может не получиться, что-то, страх, какие-то страхи, да, у вас. Вот, да, если мы говорим конкретно про вот, ну, про проблематику, да, это первое. Второе – это личные границы, то есть, вот, ну, проблематика – это личные границы, вот. А, значит, все это решается, ну, в формате психотерапии, вот. Все это решается и все это разбирается, ну, вот, на мой взгляд, в формате психотерапии. Это не решается и не разбирается, вот, в таком формате, да, ну, в формате, вот, как вы позиционируете это. То есть, это вот так немножко не работает, потому что, например, доверие, ну, доверие, доверие к себе, доверие себе, как мне кажется, нужно воспитывать, нужно взращивать это, доверие к себе. В принципе, вот оно, так вот, само по себе, то есть ниоткуда, в принципе, не появится, вот. И мне кажется, что этому нужно учиться, учиться, мне кажется, что этому нужно обучаться и обучиться, в принципе, этому нужно в процессе, опять же, психотерапии. То есть, научиться, вот, видеть, в происходящих ситуациях, вот, в происходящих моментах, да, научиться видеть, что-то, вот, не угрожающее вам, что-то ресурсное, да, что-то такое, вот. Ну, позитивное, скажем так, скажем так. Вот, для этого, как раз таки, важно, именно, учиться, слышать себя. Да, это работа с чувствами. Ну, и личная, личная граница, вот, еще одна сложность, а, в чем-то сложная, в чем-то нет, а, сложная, потому что, ну, у вас явно с этим трудно, то есть вы не привыкли на это, на это, вероятно обращать, вот, внимание свое. Ну, легко, вам было бы легче, потому что у вас есть мама, которая, в принципе, может поспособствовать тому, что вы научитесь это делать. То есть именно, именно, вот, на общении с мамой, именно, вот, на взаимодействии с вашей мамой, вы сможете научиться устраивать личные границы. То есть достаточно четко отделять себя от, от нее, достаточно четко, четко, ну, ограничивать себя от мамы, да, то есть как бы вот есть, есть мама, да, есть вы, есть мамины какие-то вот, ну, не знаю, есть мамины желания, да, есть, есть ваши желания. Есть мамины, ребята, есть потребности ваши, и мне кажется, что вот очень важно, чтобы на это вы обращались вы свое внимание. То есть мне кажется, что очень важно, чтобы вы вот на это старались обратить ваше внимание, потому что, ну, вот, на данный момент нет ничего, что бы указывало и что подсказывало мне, что вы это делаете, да. То есть она вас раздражает, она вам в ней, в маме я имею в виду, что что-то не нравится, вот, ну, вы это, такое ощущение, да, что вот подавляется только. То есть, ну, ничего другого вы не умеете делать, вот, если маму не поменять и не переделать, ну, да, ну, наверное, примерно плюс-минус, плюс-минус, наверное, такая позиция у вас имеет место быть, как мне кажется. Вот, если маму не переделать и не поменять, то, соответственно, единственный вариант это вот, ну, единственный вариант это пострадать. Что, собственно говоря, вы и делаете благополучно, да, то есть вы благополучно страдаете вот из-за своей мамы, вот, благополучно вы мучаетесь. Вот, потому что вашу маму не переделать, и было бы странно, если бы ее, вот, ну, можно было бы переделать как-то, потому что моя мама, она, все-таки человек уже, вот, такой достаточно возрастной. Ух ты, меняться ей, ну, было бы, наверное, сложно и тяжело, вот, как менять ей, например, было бы сложно и тяжело свой какой-то мировоззренческий массив. Ну, тем не менее, вас это вызывает, тем не менее, вас это напрягает, нужно разбираться с чем именно, вот. Вот, и выявлять это, выявлять это вычисление от этой общей массы ваших чувств и, соответственно, когда, например, и когда и если вы сможете это сделать, да, вот, когда и если вы сможете, вот, ну, в этом, в этом направлении двигаться, допустим, то вам будет гораздо легче и гораздо проще уже отграничивать себя от других людей. Ну, начинать, понятное дело, нужно с мам, начинать, понятное дело, нужно именно, вот, с мам, потому что, она, как бы, вот, ну, такой, самый, получается, близкий вам человек, вот, и, соответственно, и с ней вам, естественно, с вами всего. Вот, ну, тем не менее, тем не менее, она, в отличие от других людей, как бы, не уйдет в нее счастье, вот. Я думаю, что из-за того, что вы недоверяете себе, точнее, ваше недоверие себе частично определяет историю, при которой вы боитесь сделать ошибку, боитесь совершить ошибку, вот. Ну, мне так, по крайней мере, кажется, вот, и, соответственно, на мой взгляд, это мотивирует вас убегать, это мотивирует вас избегать каких-то проблем, да, какой-то проблематики, вот. Соответственно, в этом направлении также нужно работать, чтобы вы учились видеть, что в ошибках ничего, в общем и целом, плохого нет, что ошибки, это, ну, абсолютно нормальная история, и что ошибки помогают вырасти, вот. Вот, обратите внимание, что у вас довольно, как мне кажется, высокие требования к себе, потому что вы говорите, что я начала взрослеет, мне там пришлось принимать решение, вот. Вот, и вы говорите, что раньше мне помогал близкий человек, близкий человек, а сейчас вы нет. То есть, вроде бы, вроде бы, вы здесь позиционируете себя как маленького, неспособного к решениям человека, вот. И, с одной стороны, вы, с одной стороны, вы ребенок, но, с другой стороны, вы, вот, это такая пассивность, на мой взгляд, объясняется именно тем, что у вас к себе высокие требования, и вот вы пытаетесь делать все, что угодно, лишь бы не ошибиться, вот. Ну, в итоге, все равно, конечно, ошибки, какие-то возникают, в итоге, все равно вы ошибаетесь, конечно же, но, вот, что, на мой взгляд, ну, нормально совершенно, но, вот, то есть, ну, было бы странно, если бы не ошибались в этой, вот, ситуации, ну, ситуации жизни, я имею ввиду. Вот, и в итоге, вот, вы, как бы, убегаетесь теперь, вот, куда-нибудь, лишь бы только, вот, снова не ошибиться, вот, и бежите от жизни, как мне, ну, как мне кажется, по этой причине, по причине того, что, вот, как раз, вам страшно ошибаться. Ну, вот, поэтому, с этим, тут тоже нужно работать, вот, наверное, какую-то поддержку вам дать, чтобы вы, ну, вот, получили новый опыт переживания ошибок, вот, как мне кажется, опыт этот может быть достаточно позитивным, вот, от этого не менее болезненным, в радость случаев, но, не менее, не менее, позитивным, в принципе, тоже, что не малого, вот, поэтому, тут обязательно, вот, такой аспект нужно выявить, вот, дальше, значит, вот, вы пишите, что я боюсь жизни, не знаю, как, как жить, ну, не, в этом проявляется, косвенно, ваши высокие требования, потому что, ну, никто не знает, как жить, вот, никто, абсолютно, и, вы не единственные, кто не умеет жить, но, вот, вы от себя требуете, именно, именно, уметь это делать, вот, иными, иными словами, говорите вы, если я не умею жить, то, как бы, ну, жить я, вот, права не имею, вот, это такая, вот, позиция, по сути, ну, репрессивная к себе, у вас, что, конечно, ну, на мой взгляд, не умудрено, вот, с учетом того, вот, вот, как вы, ну, к себе, ну, к себе относитесь, вот, то же самое, ну, вот, тот же самый момент, на мой взгляд, проявляется, и в отношении с мужчинами, когда вы, вот, как-то начинаете отношения, не совсем понимаете, что вы чувствуете, да, вот, и, ну, довольно пренебрежительны в этом, в каком-то смысле, к себе относитесь, вот, на мой взгляд, вот, которые, по моему мнению, я не знаю, и не хотел бы, ну, строить, каких-то догадок здесь, потому что могу ошибаться, вот, смогу быть не прав, вот, поэтому, никаких догадок я не строю, и не пытаюсь этого сделать, ну, вот, значит, что касается, да, интерес, вот, вот, что касается интереса, вот, то, ну, на мой взгляд, если мы говорим про интерес, вот, то это, безусловно, нужно исследовать, то есть, безусловно, нужно смотреть, нужно смотреть, на то, что вам интересно, вот, смотреть на то, что вам нравится, и чтобы вдохновить, вот, это совершенно точно не какие-то привычные вещи, вот, это совершенно точно не какие-то привычные истории, потому что, если бы это было вот, ну, если бы это было всё вот так вот просто, то, ну, наверное, вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли бы вы обращались к, опять же, психологу, да, за помощью, вот, вот, этого не имеет смысл здесь, как мне кажется, к вопросу подходить, ну, как, вот, как минимум нестандартно, потому что стандартный подход вам не помогает, ну, или не помогает, или не поможет, вот, что ещё можно добавить, ну, наверное, наверное, на этом всё, потому что, в принципе, достаточно уже, мне кажется, было сказано, вот, повторюсь, очень, очень я бы хотел услышать, вот, ваше мнение относительно того, как вам представляется помощь, ну, вот, в текущей ситуации, то есть, как вы видите эту помощь, вот. Как вы видите помощь вам, что, вот, мы дали какой-то ответ, и всё, и сразу всё нормализовалось, сразу всё стало понятно, нет, так не бывает, так не бывает. Вам нужна психотерапия, вот, скорее всего, как я думаю, психотерапия вам, ну, желательно, ну, регулярно, вот, то есть, то есть, ну, желательно регулярно ей заниматься, вот, судя по тому, что я могу, могу видеть у вас, вот, но я не знаю, готовы ли вы к этому, вот, следующий момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, это то, что выбираться из-за состояния, наверное, не нужно, вот. Вот. Ну вот, я, может быть, скажу, вот, эм, ну, какую-то, может быть, страшную вещь, ээээ, для вас, эээээ, ну, вероятно, вероятно, вероятно это страшная вещь, но, эээээ… Вам не нужно выбираться из вашего стейля, даже скажу в принципе почему, да, я скажу почему, не нужно выбираться, потому что ваше стейль оно вам по-моему не просто так, ваше стейль оно призвано, призвано в первую очередь показать вам, вот, что живете вы, мягко говоря, не совсем соответственно своим ценностям, да, живете вы, мягко говоря, не соответственно своим желанием, вот, и на самом деле ваш вопрос это такой, такой звоночек бегство тоже, потому что, ну, по сути, это бегство, потому что вы говорите, вот, как мне избежать, избежать, как мне выбираться из этого стейля, то есть я хочу, чтобы мне стало хорошо, я хочу, чтобы мне стало прекрасно и великолепно, вот, но как бы и тогда все будет здорово, тогда все будет хорошо, все будет замечательно, вот. А мы, например, это, ну, как бы, примерно вот такую мысль вы транслируете, но если вы уйдете из этого состояния, если вы просто из него, как вы говорите, выберетесь, то ваша жизнь ничего не изменится, ваша жизнь ничего не поменяется, вот, и, на мой взгляд, это немножечко не то, чего бы можно было бы хотеть для вас, вот, с точки зрения психотерапии, с точки зрения, с точки зрения помощи вам, с точки зрения, допустим, тех же моих ценностей, моего подхода, потому что закончится ваше состояние, и, скорее всего, вы будете жить так же, как жили, вот, ага, все ваше состояние, оно мотивирует вас на то, что вы жили по-другому, по-другому, чтобы что-то меняло своя жизнь, вот, и это, конечно, тяжело и трудно, безусловно, и в этом, вот, в этом смысле, именно, вот, в смысле того, что вам тяжело и трудно, так, у меня, конечно, к вам есть только сочувствие, да, вот, но в то же время я хочу, чтобы вы понимали, что это, как бы, ресурс, то есть это вот именно что ресурсное для вас состояние, вот, вы можете этим состоянием воспользоваться, вы можете как-то это состояние использовать себе во благо, во благо, вот, ну, можете использовать это состояние себе во благо, а можете и не использовать это состояние себе, а благо и от него страна. Я бы сказал, что тот контекст, наверное, тот контекст, в котором вы сейчас задаете вопрос, вот именно тот контекст, в котором вы задаете вопрос, да, он действительно, наверное, больше говорит о том, что вы, ну вот, действительно, склонны страдать, возможно, вот именно вот тот контекст, в котором вы задаете вопрос, но если вы решите работать, ну вот, в направлении изменения своей жизни, вот, что, я думаю, что страдания ваши завершатся. Другой вопрос, готовы ли вы к этому, другой вопрос, хотите ли вы этого, другой вопрос, как бы, ну, ориентируетесь ли вы на это или нет, потому что к этому есть, ну, все-таки, вот некоторые вопросы, потому что, ну, потому что вы задаете, вот, вопрос такой максимально общий, вот, да, и вот спросите себя, когда я говорю, например, о том, что это состояние для вас, соответствует для вас ресурс, да, когда я это говорю, как вы на это реагируете, вот, то есть, ну, вот именно вот реагируете вы на это, каким образом, то есть, это, ну, приятная реакция или неприятная реакция, да, вы воспринимаете это как что-то позитивное или, наоборот, что-то негативное, вот, постарайтесь себе на этот вопрос ответить, если, если сможете ответить себе на этот вопрос, вот, то я думаю, как минимум уже получите представление о том, готовы ли вы двигаться дальше или нет, вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен, буду благодарен за обратную связь по нему, это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!